Я предлагаю все-таки сразу начать. И первое, что я хотела бы сказать, это поблагодарить за отбор нашего фильма Кириллу Разломову и Евгению Тердакову. Это для нас огромное удовольствие и честь быть здесь на московском фестивале. Ну, простите, я тогда вынуждена, но кто говорит, а не трагистирует. Мне нужно представить, просто у нас получилось, что я не рассказывал класса, не представила круглого. Мы начинаем пресс-конференцию по фильму наслаждения, The Light. Английская картина, конкурсная. И я очень рада сегодня приветствовать участников пресс-конференции. Я их вам представлю. Начал говорить, как вы понимаете, самый главный человек. Его зовут Гэрри Джонс. Это режиссер. А теперь я представлю еще большего босса. Это продюсер. Продюсер Фиона Хаури. Ну, а теперь я представлю босса из босса. Это актер Гэвин Войер. Ну, давайте начнем. Гэрри, я прошу прощения, и я вас перебила, я предоставлю вам слово. Спасибо за просмотр. Excuse me for interrupting you, Garrett, but please, if you, you can say a few words, just to begin with. Forgive me if I correct just one word in your very kind introduction. Английский. I'm sure that you are all familiar enough with European geography. This film was shot in Wales, which of course is a separate entity. We are a separate nation, although part of the United Kingdom. And I myself am Welsh, my background, and Welsh is my home language, even though English is my first language. And so with this film, we bring greetings from the far west of Europe to the far east of Europe. Во-первых, позвольте мне избравить только одно слово, в вашем очень интересном представлении. Оно заключается в том, что картина у нас, ее можно назвать британской, но ее нельзя назвать английской, потому что снимали мы ее у Уэллс. Уэллс – это моя родина, и мне кажется, что весь фильм укоренен вот в Уэллс. Он меняется. Он выбрался. Он выбрался. Уэллс – это моя родина. В Уэллс – это моя родина. Он выбрался. Он выбрал несколько раз. эффекта войны на тех, кто наблюдал войну, даже в стране мира, что, по крайней мере, так далеко от войны, что они никогда не испытывали. То есть, в том случае, если это житель страны, которая расположена на другом конце Европы и которой войны, где бы никакой войны никогда не было. И целительная сила пейзажа, природы, это одна из важных тем моего фильма, и поэтому я решил опираться на пейзаж, на природу своей родной страны, своей родины. Уэльса, где я рос, где я провел свое детство. И так, что вы видите в фильме, что вы видите, это моё детство. И мы базили производство там, из моего дома. И я обеспечивал много места на местах, поспорных системах, обеспечивающих и обеспечивающих, опять же, которые я знал за много лет. и я обеспечивал много кредит, которое я сейчас не буду платить. И та деревня, которую вы видите в этом фильме, в которой происходит действие, это моя родная деревня. И когда я работал над этим фильмом, я использовал все связи, которые у меня были, с местными людьми, предположим, там, хозяева отелей, где взвещалась съемочная группа, это все люди, которых я знаю, которых я просил о помощи. Я считаю, что я полагался на сезон в одной стране. Так что этот фильм во многом для меня личный. И он личный не только в плане места действия, но и в плане того, что очень многое в фильме было вдохновлено историей моего отца. Дело в том, что мой отец был военным корреспондентом. И мне кажется, что то, что он видел на войне, то, чем он стал свидетелем, в конечном счете оказал на него свое неизгладимое влияние и впоследствии проявилось в его душе и повлияло на его жизнь, и повлияло отнюдь не в положительном смысле. So the central idea of the film is to be a hidden and occulted study of post-traumatic stress disorder. I am not interested in medical film. I did, however, wish to try and tell a story from the point of view of somebody who is carrying the effect of trauma. Таким образом, весь фильм для меня является своего рода исследованием, таким скрытым подпольным исследованием такого явления, как пост-травматический синдром. И я, конечно, очень... Меня интересует медицинский аспект этого синдрома, этой болезни, но мне также хотелось рассказать субъективную историю, от лица человека, который пережил это на своем собственном опте. и, конечно, это не так. Но, beyond that, the film is obviously a love story, an unusual, quadrilateral love story between one woman and three men, of whom one is already dead when the film starts. I don't have to tell you that. That's my introduction. I would just like to say, however, turning to my colleagues, that firstly, I am very grateful to my producer, who, and it is not a professional secret, is also my wife, for supporting me, and tolerating me through a very complicated and long creative process. And I would also like to thank my co-author, co-author, First of all, Fiona, who is not only a producer of the film, but my wife. And I would like to thank her for the fact that she has been very long and has been able to love me, and has been able to love me during the long and long and not watch for a princess. And I would also like to reveal, for those who were not watching the credits in detail, that very unusually, my producer is also my composer. So, all the music that you heard in the film was also written by Fiona, and it was not only written by Fiona, but it was performed by her as well, every single instrument and the voice. So, I think this is quite an unusual aspect of the film. And we had big fights, because the director wanted more music, the composer wrote it, and the producer censored it. And we had big fights, because the director wanted more music, the composer wrote it, and the producer censored it. and the composer wrote it. And the composer wrote it, but the producer wanted to write it. I would like, with great pride, to introduce Gavin Fowler, my leading actor, who is an actor whom I think the world is going to get to know over the coming years. I was very proud to be able to offer Gavin his first leading film role. and I believe he's done a magnificent job of it. And he certainly prepared with all the diligence and discipline and experience, which he is very fine in training at the Royal Academy of Dramatic Art and that the world shakes with him. Thank you. Thank you. Thank you. Please, questions. Thank you.